Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите «Городские новости». С вами Любовь Мишакова. Ближайшие 10 минут о главных событиях четверга. Сегодня в информационном выпуске. Над Десногорском нависла наркотическая угроза. Всероссийский день борьбы с инсультом. В Доме творчества обновили спортзал. Осенние утренники в садах нашего города. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 28 октября Десногорск посетил начальник управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Смоленской области Сергей Бабенко. Предварительно записавшись, все желающие могли прийти на прием по личным вопросам. Вот за этой дверью общественной приемной и проходят встречи. Десногорцев больше всего волнует, что оборот наркотиков в Смоленской области и в нашем городе в частности увеличился почти в два раза. Сергей Витальевич прокомментировал эту ситуацию. По некоторым позициям, таким как количество наркопотребителей, первичная заболеваемость и некоторые другие, Десногорск, он выделяется в худшую сторону среди других районов. И ситуация в Десногорске в этом отношении предкризисная. Это не очень хорошая ситуация. Конечно, последняя ситуация кризисная. Я не могу сказать, что здесь никто не работает. Результаты есть, но у нас нет важного результата. Нет у нас наркопотребителей, которые бы находились в стадии долгой ремиссии, которые могли бы вылечиться, которые могли бы вернуться в общество. Управление ФСКН по Смоленской области выступило инициатором проведения расширенного совещания под эгидой прокуратуры Десногорска. Участники совещания скоординировали свои действия по противодействию незаконному обороту наркотиков и по профилактике немедицинского потребления. 2 ноября на Смоленщине закрывается навигационный сезон. Исключение сделано лишь для Десногорского водохранилища и озера Сашно, где маломерные суда ходят круглый год. Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, в этом навигационном сезоне происшествий на воде не зафиксировано. Ежегодно 29 октября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с инсультами. Началось это с 2004 года, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией. Инсульты по сей день остаются одной из первых причин смерти и инвалидности. Причем у нас в стране процент смертности от инсульта – один из самых высоких в мире. 175 смертей на каждые 100 тысяч человек. Инсульт – это состояние, при котором в результате прекращения поступления крови в головной мозг происходит повреждение или гибель нервных клеток. И причина этому – засорение или закупорки артерии атеросклеротическими бляшками или излитие крови через разрыв стенки сосудов. Инсульт – одно из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний, какие факторы способствуют его развитию. Малоподвижный образ жизни, чрезвычайно распространенные вредные привычки, курение и употребление алкоголя, нахождение городского жителя в обстоятельствах едва ли не хронического стресса, нарушение баланса содержания холестерина в организме – вот основные причины заболеваний сердечно-сосудистой системы. Медики всего мира борются с этим недугом и считают, что только профилактика может предупредить его. В Десногорской медико-санитарной части сегодня во всемирный день борьбы с инсультом. В холле поликлиники развернули вот такой пост. Здесь можно измерить давление и получить квалифицированную консультацию. За утро к специалистам обратились уже свыше 30 человек. А сейчас криминальные новости. В Рославле полицейские задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Мужчину, скрывавшегося от суда, обнаружил участковый при обходе своего административного участка. Было установлено, что 55-летний местный житель более двух лет назад привлекался к уголовной ответственности за подделку документов. Смоленская область готова вновь открыть вытрезвители. Это предложение поддерживают 17 регионов России. К слову, в Якутии уже с февраля этого года функционируют вытрезвители в рамках государственно-частного партнерства. Официальные ответные письма от регионов обнародовал председатель Координационного совета общественной палаты Султан Хамзаев. Для будущих чемпионов в Доме детского творчества был открыт обновленный спортивный зал. На торжественной церемонии открытия присутствовало много почетных гостей. Подробно о событии смотрите в нашем следующем сюжете. 28 октября в Доме детского творчества нашего города финишировал проект «Путешествие в страну здоровья», который победил в социальном конкурсе Фонда ассоциации территории расположения АЭС. Перерезали красную ленту. В обновленный спортивный зал вошли самые юные жители Дома творчества. Будущих спортсменов города поприветствовал глава администрации Вячеслав Сидунков. А сегодня Дом детского творчества своим самым любимым посетителям, то есть вам, дарит вот этот вот спортзал для того, чтобы мы могли еще и бегать, прыгать, догонять, приседать, но не просто так лбами сталкиваться, а соревноваться друг с другом, чтобы определять победителя, чтобы научиться делать это правильно, чтобы научиться дружить и играть в команде. Педагоги Дома творчества ежегодно участвуют в социальных проектах Смоленской АЭС и уже не в первый раз становятся победителями. Эти конкурсы помогают им развиваться и успешно работать. Продолжением вечера стал спортивный праздник. Две команды, Миши и Маши, участвовали в веселых эстафетах с мячами, обручами, преодолевали сказочные волшебные туннели, болотные кочки и от души повеселились в волшебной стране здоровья. Дружными аплодисментами поддерживали малышей и их родители. В соревнованиях победила команда Маши, но и Миши тоже не ушли в этот вечер без памятных подарков. Мне очень понравился праздник. А что больше понравилось? Все. Мне очень сильно понравилось прыгать на обучек. Спасибо большое за зал. Красивый. И еще о событиях спорта. Смоленская АЭС организовала веломарафон 150 километров за 24 часа по маршруту спортивная школа «Святой источник». Приглашаем десногорцев 7 ноября принять в нем участие. 31 октября в Санкт-Петербурге воспитанники спортивной школы Десногорска примут участие в 20-м традиционном фестивале детского дзюдо. Также 31 октября в областном центре пройдет чемпионат и первенство региона по самбо. Эти соревнования проводятся для отбора участников в первенстве Центрального федерального округа. Желаем юным спортсменам Десногорска удачных выступлений. Осенью, когда наступает яркая разноцветная пора в детских садах Десногорска, для ребятишек проходят утренники. На одном таком важном событии мы побывали в Чебурашке. Нас на свой первый утренник пригласили ребятишки, которым едва исполнилось три года. Осеннее мероприятие называлось «В гостях у хозяюшки». На праздник малыши принесли с собой стихи, веселые песни про осень и яркие красочные танцы с листочками. В свою очередь хозяюшка отблагодарила детей веселыми играми и сладкими угощениями. Уважаемые десногорцы, месячник по уборке города завершается. 30 октября все могут принять участие в общегородском субботнике. В этот же день с 9 утра стартует акция «Чистый берег». Добровольцев ждут в районе скалодрома и польского пляжа. По возможности с собой взять перчатки и пакеты для мусора. Работа найдется всем. Дорогие телезрители, это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desna-tv.ru. Спасибо за внимание. До свидания.